Вопрос обеспечения безопасности пешеходов, в том числе несовершеннолетних пешеходов, достаточно серьезный для области, серьезный в городе за то направление, за которое я сейчас отвечаю. Последние три года достаточно серьезная работа проведена администрацией города Твери, собственниками уличной дорожной сети совместно с госавтоинспекцией в вопросах обеспечения или повышения безопасности пешеходов на уличной дорожной сети города Твери. Думайтесь в цифру. Только пешеходных ограждений именно в тех местах, где они действительно нужны, там, где есть риски возникновения дорожных трассных происшествий, где есть места концентрации дорожных трассных происшествий, установлено более 10 тысяч погонных метров. Открою маленькую тайну. На сегодняшний день мы эту работу начали проводить более комплексно, подходя к выбору мест установки данных ограждений. Тот вал дорожных транспортных происшествий, который у нас был в 2012 году, по сути, до 2017 года, когда эти ограждения ставились по всему городу необдуманно, когда они ставились, по сути, для, наверное, больше галочки, те времена прошли. Сейчас мы очень комплексно к этому подходим, и даже в некоторых местах, где мы не видим совместно с госавтоинспекцией рисков возникновения дорожных трассных происшествий, мы откатываем ситуацию назад, и эти ограждения снимаем. И вот прошлый год показал, что на некоторых именно магистральных улицах, где они безосновательно были поставлены, мы рискнули, и ни одного дорожного трассного происшествия, я постучу, не произошло. Это о чем говорит? О том, что пешеходы стали более серьезно относиться к вопросам соблюдения требований правил дорожного движения. Тот бум, который у нас был в конце 2000-х годов, в начале 2010-х годов, он прошел тогда, когда эти ДТП, анализируя еще в то время эти дорожные происшествия, мы не понимали, а почему пешеход пошел здесь, а не с 20 метров по пешеходному переходу. То есть это, так называемый, менталитет, который сейчас, по сути, в городе Тверислом. То же касается и водителей. Абсолютно по-другому они начали относиться к соблюдению правил проезда пешеходных переходов. Ну, все мы понимаем, что прежде всего это самый незащищенный участник дорожного движения. И все мы, начиная с раннего детства и заканчивая уже преклонным возрастом, все мы являемся участниками дорожного движения. То есть, начиная с самого детского возраста, это пешеходы, велосипедисты, затем уже мы переходим в разряд автомобилистов, автолюбителей. И, опять же, все мы, даже выходя из автомобиля, превращаемся в пешеходы. И, так скажем, это участник движения, который не имеет никаких средств пассивной безопасности. Здесь единственное, что хочу напомнить, что прежде всего безопасность пешехода, она в основном зависит от, прежде всего, соблюдения правил дорожного движения самих пешеходов. И, как вы уже правильно сказали, что инфраструктурными мерами, какими-то инженерными мероприятиями мы можем увеличить его безопасность лишь отчасти. А прежде всего, мы призываем всех пешеходов соблюдать правила дорожного движения, являясь участниками этого дорожного движения. Ну, за последние годы количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, оно действительно сокращается. И только в этом году у нас количество происшествий, связанных с наездами на пешеходов, снизилось больше, чем на 15%. Почти на 40% сократилось количество погибших пешеходов и также на 15% количество травмированных пешеходов. Конечно, эта работа комплексная. Она связана, как уже озвучил Денис Игоревич, и с обустройством уличной дорожной сети, повышением безопасности пешеходных переходов, обустройством их инновационными технологиями. Относительно позиции и, будем говорить, внимания этого вопроса со стороны правительства Тверской области, мы очень тщательно относимся к реализации данных проектов. Я хотел бы сказать, что с 2019 года у нас реализуется региональный проект, это безопасность дорожного движения, который осуществляется в рамках национального проекта БКД, безопасные и качественные дороги. Я хотел бы пару слов сказать о том, что в рамках проведения мероприятий по данным проектам, я их не буду перечислять, потому что коллеги мои уже их перечислили, это и установка новых объектов светофорных, и разметка, и ограждение. Хотел бы просто привести несколько цифр, которые правительством Тверской области в рамках софинансирования, потому что вот здесь было сказано о городе Твери, но в нашей зоне ответственности вся область и любой пешеход, который находится на территории любого муниципального образования, либо поселения. Вот за два года реализации данного проекта правительством Тверской области было затрачено на эти мероприятия 159 миллионов рублей. И соотношение софинансирования идет, 80% это областной бюджет и 20% это местный бюджет, это как раз те мероприятия, которые обеспечивают безопасность и наших пешеходов на территории муниципальных образований. Именно так. Компания стартовала в Тверской области уже с понедельника. И я хочу выразить особую признательность коллегам за то, что действительно компания получила высокую поддержку на уровне региона. Вовлеченность очень хорошая, видно, что все то, о чем мы сейчас с вами слышали, это действительно не слова, это реально реализуется, происходит, и мы тому свидетели. В том числе и в нашем направлении. Как уже сказали коллеги, актуальность самой проблематики, она понятна. Несмотря на то, что количество ДТП с пешеходами снижается, к сожалению, пешеходы, в отличие от водителей, не изучают правила дорожного движения в автошколах. И все аварийные ситуации, которые происходят с их участием, они напрямую от этого зависят. В рамках нашей компании, мы всегда, наших компаний, которые мы проводим с госавтоинспекцией уже более 10 лет, мы всегда перед стартом мероприятий проводим социологическое исследование для того, чтобы подтвердить, либо опровергнуть те гипотезы и тезисы, которые существуют в профессиональном сообществе. Так вот, данные социологического исследования по проблематике пешеходов тоже действительно подтвердили тезисы, которые мы выдвигали вместе с госавтоинспекцией, и они неутешительные. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...